Йоу всем привет мастер на бите и сегодня у нас будет разбор обзор ревербератора Valhalla Supermassive который уже зарекомендовал себя как очень неплохой инструмент и по некоторым отзывам чуть ли не самый лучший бесплатный VST Reverb да плагин бесплатный его можно скачать с официального сайта Valhalla DSP регистрация на сайте либо подписка на почтовую рассылку как многие любят этого не требуется просто скачал просто пользуешься 3 мегабайта архив супер массив идет форматах vst vst 3 aax для pro tools и ау аудио units для logic и давайте посмотрим что он из себя представляет здесь у нас на обзоре последняя версия 130 что было в обновлениях по версиям я еще чуть-чуть попозже скажу в обзоре сейчас давайте по блоком управления в первом блоке но тут все понятно два регулятора первый микс второй стереорасширение вот это уже интереснее я Valhalla прикрутил к массиву и сейчас буду что-нибудь нажимать посмотрим как это будет работать в блоке номер два здесь настройка дилея можно настроить как и в секундах так и в долях а вот с помощью регулятора warp можно образно говоря размыть дилей смешать разные задержки в единый сигнал то есть как-то производитель объясняет я сейчас покажу примерно как это работает на практике но лучше всего это будет слышно в миксе они на чистом сигнале и кнопка clear сбрасывает настройки дилея то есть если у вас задержка большая и получается что-то типа вот такого и и в моменте просто берешь и сбрасываешь в следующем блоке идет фидбэк с помощью него настраивается уровень сигнала процент который будет возвращаться то есть эхо по простому и density так называемая плотность создаваемых звуковых отражений яркость эхо яркость фидбэка далее у нас есть возможность включения модуляции выбора частоты на которой эта модуляция будет происходить плюс регулировка глубины то есть супермассив он добавляет помимо обычного ревера в свой функционал еще и функцию хоруса и флэнджера то есть вот этот блок он будет примерно так работать как хорус и флэнджер и последний блок это эквалайзер low cut и high cut фильтры обрезка высоких низких частот давайте сейчас посмотрим что нам даст модуляция как будет меняться звук в зависимости от того на какой частоте будем на него воздействовать вот а а а а а а а а а еще есть интересный пункт с режимами их здесь 12 штук названы они очень загадочно интересно по сути здесь мы выбираем тип дилея если совсем коротко то в каждом из этих трех режимов зашиты три параметра атака затухание и эхо плотность эхо density вот это все только в разных соотношениях в зависимости от режима в начале обзора я обещал вернуться к изменениям которые вносила каждое обновление в этот плагин обновлений было всего три версия 1.1.1 добавила нам два новых моды то есть вот этот номер 1 и номер 2 в версии 1.2.0 добавились еще два режима вот эти два последних сервис мейджер и сервис майнер а в последней версии в актуальной просто добавили исправление для VST3 плагина и это исправление фиксило баги в Studio One и FL Studio то есть по большому счету с момента выпуска особых изменений плагин не претерпел и в особой доработке и не нуждался естественно в плагине не обошлось без большого количества пресетов и в конце обзора я предлагаю просто включить инструменталку и полистать их как и в будущем а и в и в и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, пресеты в порядке Это работает Здесь помимо обычных ревербов Обычной симуляции Какого-то пространства Большого-маленького Есть и эхо И всякие модуляции Но больше всего Мне понравилась эта FX-секция Такие прикольные Упоротые штуки Можно интересное звучание получить И если уж Вальхала Супер Мессив Это не лучший бесплатный реверб То один из лучших точно Простой в управлении Не нагружает систему Пресеты есть Можно что-то интересное из него выжать И я думаю, это один из тех плагинов Которые должны быть в арсенале Что Супер Мессив, что Винтедж Верб от Вальхалы Они каждый по-своему хороши И адекватно выполняют Свои функции И оба их будет прикольно использовать Потому что Они все-таки Немного под разные задачи И немного разные вещи могут В заключении могу лишь сказать То, что плагин классный Докопаться мне здесь не к чему Да и не хочется С этим можно работать И нужно Очень полезная штука на самом деле На этом все Всем пока И удачных экспериментов Давайте До новых видео